Счастливый номер для родителей Торопыжек четвертый. Именно на этом этаже в перинатальном центре находится отделение выхаживания новорожденных или белых лепестков. Так здесь называют тех малышей, которые чуть раньше оторвались от цветка и теперь требуют особых внимания и заботы. Ежегодно в этих стенах их дарят более чем трем сотням крошек. Это примерно 5 процентов от общего числа новорожденных региона. Владик и Данила появились на свет почти на полтора месяца раньше срока. Сегодня у братишек выписка. По словам доктора, они абсолютно здоровы, но немного капризничают. Просят кушать. Недавно мальчишки научились делать это самостоятельно. Кушали сначала через трубочки, через зонт, потом потихонечку персонал, то есть врачи, медсестры помогали нам переходить на грудное молочко, на бутылочки. То есть как бы грудь пока, конечно, получается немножко. Но силенок маловато, да. Подрастем немножечко, будем кушать так. Пять лет назад Вика Пыльнева тоже была пациенткой отделения выхаживания. Когда девочка появилась на свет, она весила всего полтора килограмма. Мама Ирина, хоть и сама медик, была шокирована, но врачи и медсестры перинатального в буквальном смысле спасли всю семью. Дали нам возможность понять, что ребенку такому просто нужно больше времени, больше любви, больше внимания, создать все необходимые условия для того, чтобы она могла развиваться. Просто любить ее и быть с ней рядом. Теперь за весом малышки следит только тренер по художественной гимнастике. Вика успешно изучает английский, любит рисовать и мечтает стать детским врачом. Кто знает, может и она спустя годы, так же, как эти молодые медики, будет учиться у профессионалов правильному уходу за ребятишками-торопышками, да уходу не простому, а развивающему. Мозг ребенка представляет из себя шампиньон, представляете гладкий, недоношенный у него ребенка. А для того, чтобы он превратился в цветную капусту, в сезвилие, зависит от нас с вами. То есть мы должны его настолько бережно за ним ухаживать, чтобы ребенок развивался правильно. Для того, чтобы малыш чувствовал себя максимально комфортно, в кювезе должно быть влажно, темно и тепло, как в утробе матери. Воссоздать атмосферу помогают несколько простых приспособлений. Укладка гнездо позволяет принять ту самую позу, а тканевая имитация материнской руки под названием луга передает запах самого родного человека. Невозможного ничего нет, главное все сделать вовремя. Существует такое понятие «золотой час» в касании помощи новорожденному, особенно недоношенному. И мы должны в этот час не оплошать, все сделать правильно, чтобы в последующем ребенок был полноценным и здоровым. Только с позитивным настроем родителей, докторов, врачей можно получить какой-то хороший эффект. Какой-то нас не устраивает. Нас устраивает хороший эффект, когда родители счастливы, дети здоровы. Ежегодно на планете около 15 миллионов детей рождаются недоношенными. В Тамбовской области в этом году появились на свет 274 торопышки, 17 из них с экстремально низкой массой тела до килограмма. При натальном центре умеют работать и с такими крохами, год от года доказывая, что волшебники среди нас.